Всем привет дорогие друзья, с вами Фил и сегодня разработчики опубликовали информацию о четвертом ежемесячном обновлении, которое выйдет на стабильную ветку игры в четверг 3 августа, но так как обновление большое, возможно небольшие задержки. Тестовый сервер уже работает, так как разработчикам надо больше времени, чтобы отладить систему игры от первого лица. Для новых зрителей повторюсь, что на данный момент я нахожусь в отпуске и поэтому прошу с пониманием отнестись к звуку записанному на телефон и на единственный задний фон, который у меня здесь есть. Уже в выходные я вернусь домой и в начале недели обязательно порадую вас стримами на новом патче, прям очень жду и хочу, капец как соскучился. Теперь что касается обновления. Во-первых, разработчики более подробно пояснили нам про новые кейсы. Как я уже говорил в прошлый вторник, они хотят ввести в игру ключевую систему открытия кейсов, грубо говоря как в CS GO. Данное решение по мнению разработчиков создаст твердый экономический фундамент на торговой площадке Steam и даст возможность дополнительного заработка игрокам и соответственно прибыль разработчикам. В данном обновлении для теста этой системы разработчики вводят три новых кейса. Все они будут доступны за игровую валюту во вкладке Rewards. Как и прежде, в неделю вы сможете получить всего лишь шесть ящиков. Кстати, их все можно продавать на торговой площадке Steam. Как я понял, пять из шести ящиков вы можете бесплатно открыть в своем инвентаре. Для шестого ящика понадобится ключ, который обойдется вам в два с половиной доллара. Сброс ограничений на покупку, как и раньше, будет проходить в понедельник. На экране вы можете видеть два бесплатных ящика, их основные сеты и всякие другие шмотки, которые могут из них вывалиться. Что будет в платном ящике разработчики решили не показывать, но судя по предыдущей информации, из него можно будет собрать целых пять уникальных сетов. Надеюсь, что прочего мусора там не будет. Теперь, что касается нововведений. Первое. Оптимизация сервера. Для ее улучшения разработчики оптимизировали заборы, двери, окна, а также физику транспортных средств. Второе. Оптимизация клиента. В нем оптимизировали использование памяти для объектов открытого мира, рендеринг ландшафта, пользовательский интерфейс и также, как и для сервера, оптимизировали физику транспортных средств. Третье. Новые предметы. В этом обновлении в игру добавится американская снайперская винтовка МК-14 ЕБР. Выпадать она будет только из аэрдропа. К ней будут подходить модификации от снайперских винтовок, а заряжать ее придется патронами 7.62. Четвертое. Персонаж. Для уникальности внешнего вида в обновлении будут добавлены два новых пресета для лица и две новые прически для обоих полов. Пятое. Игровой процесс. И это, пожалуй, самое интересное, что нас ждет в обновлении. В игру добавили режим игры от первого лица. Он будет доступен опционально на американских и европейских серверах. В режимах соло и дуо. Игроки, выбравшие данный режим, будут играть отдельно от тех, кто играет в обычном. В режиме от первого лица, вид от третьего будет доступен только в самолете и при падении с парашюта. И я считаю это верное решение, иначе было бы не так удобно. Во время лута камера будет оставаться неподвижной, чтобы не создавался эффект головокружения. Что касается общих игровых настроек, добавили новую функцию для жалобы на игроков. Исправили недочет, при котором можно было добивать раненых товарищей по команде, тем самым не давая фраги врагам. Теперь фраги будут идти врагам, как положено. Добавили новую анимацию использования расходных материалов. Улучшили переход камеры при отключении функции свободного просмотра. Это тот, что на кнопочку альт. У винтовки VSS снизили время перезарядки. Иии то, что вы так долго ждали, и ждал этого я, и вообще слов не нахожу от радости, в игру добавили реконект. Теперь, если нас отключило в середине игры, мы можем в неё перезайти. Ну наконец-то, обязательно поставьте лайк под видео, если так же рад этому, как и я. Ну, поставили, теперь давайте дальше. В игре появилась возможность играть с джойстиком от Xbox, и разработчики пообещали со временем улучшить управление на нём. Честно скажу, я вообще не любитель джойстиков, поэтому без клавиатуры и мышки играть бы не смог. Улучшили различия звука внутри и снаружи зданий. Добавили новый звуковой эффект при прицеливании. Добавили новые эффекты бега в зависимости от типов поверхности. Улучшили анимацию персонажей, находящихся без оружия и с оружиями ближнего боя. Добавлена небольшая задержка при перетаскивании предметов в инвентаре. Теперь скорость взятия предметов будет одинакова, что при подъёме на F, что на правую кнопку мыши, что при перемещении вручную. Улучшен эффект получения персонажем урона за пределами синего круга. Шестое. Предметы и транспортные средства. У СКС добавили слот для крепления нижней рельсы. У автомобилей появился звуковой сигнал. Использовать его можно на левую кнопку мыши, сидя за рулём. Снижена вероятность взрыва автомобиля, застрявшего в текстурах. Немного изменился звук движения автомобиля. Добавлен звук визга шин при езде на мотоцикле. Устранена задержка срабатывания дробовика S1897 после перезарядки. Улучшены эффекты моторных лодок. Добавлены эффекты искр для подбитых колёс. Сократили время приёма аптечек и боли утоляющих до 6 секунд. А большой аптечки и шприца до 8 секунд. Седьмое. Пользовательский интерфейс. В нём добавлены дополнительные функции и горячие клавиши в меню параметров. Добавлена новая опция V-Sync. Отвечаю я за вертикальную синхронизацию и ещё несколько опций для переключения определённых действий и функций. Теперь в настройках управления мы можем назначить действия на прокрутку колёсиков вверх и вниз. Добавлены новые горячие клавиши. К примеру, Ctrl плюс M будет выключать в игре весь звук. А Ctrl плюс Y будет переключать настройку голосового чата. Также в настройках можно будет найти отдельную регулировку громкости для голосового чата. Добавлен слайдер F-OF для регулировки угла обзора при виде от первого лица. На мини-карту добавили название некоторых регионов. Добавлена новая опция для отображения шлема, жилета и рюкзака с новым HUD-интерфейсом, который будет обновлён немного позднее. А также добавлена опция для отображения оружия, на котором стоят модификации в правой части экрана. Восьмое. Исправление ошибок. Исправили некоторые ошибки, из-за которых клиент крашился. Исправили проблему, когда стрельба в автоматическом режиме могла спонтанно остановиться. В утопленной машине больше нельзя использовать расходные материалы. Исправлено большинство ошибок в режиме наблюдения за персонажем. Такие как дрожание камеры во время бега и движения мыши, качание камеры при повороте на бегу и качание камеры при заглядывании за угол. Исправили ошибку, из-за которой звук от шины автомобиля был слышен аж на 500 метров. Исправили ошибку повторного воспроизведения звука после перезарядки оружия. Вероятность выпадения дождливой погоды вернули до начального значения. Исправили ошибку с повторной перезарядкой оружия после её отмены. Исправлены некоторые стены, сквозь которые можно было смотреть от третьего лица. Исправлена проблема с отключением игрового интерфейса и ошибка, из-за которой бомбардировка красной зоны могла накрыть вас даже за её пределами. И на этом всё. Вот такой вот длинный дефблок получился сегодня. Я думаю обновление на этот раз и вправду стоящее. Надеюсь вы поддержите видео лайком и подпишитесь на канал, если ещё не подписаны. Будем следить за новостями вместе. Спасибо, что смотрели. Удачи вам. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok